Ну чё, гоблинцы, хотели хардкор на канале? Ловите! Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики! Я сбрил бороду, сделал саптопластику, а потому отныне я выгляжу вот так! Сегодня, в свойственной мне ехидной манере кривозубого паяца, я буду вливать вам в голову основу основ. Весёлая ферма! Весёлая ферма – это величайшая хардкорная игра, выпущенная в 2007 году безумными безумцами из Alavar Entertainment, дабы превратить офисных работников в сверхчеловеков. За всё своё время игра успела выйти на абсолютно все платформы, ибо длань Alavar дотянется до каждого очередняры. Пока всякий посредственный шлак изо всех сил тужится, чтобы понравиться обывателю, весёлая ферма врывается с двух ног, хватает игрока за филейную часть и страстно целует валы и уста с языком. Запуская игру, рядовой игрок услышит приятную ухуй мелодию, но это лишь только начало. Кто-то кайфует с Остов из МГР, кто-то рефлексирует под Плинь Плейн Плонг, а кто-то так и вовсе сходит с ума под музыку из роликов Лёшки Говна Лепёшки. Но это всё ничто по сравнению с хардкорным Шелягером, который играет в данной игре с первой же миссией. Самое забавное, так это то, что данная музыка универсальна. Она одинаково подходит и для игры про фермерство, и для качалки, для траки бомжей и для эльфийской песни. Будь моя воля, я бы все саундтреки в мире поменял бы на этот трек. Геймплей! Про игру даже говорить особо много-то и не надо. Мы играем за белорусского гигачада, для которого главный смысл жизни — это поставлять народу только самые свежие и здоровые продукты. Он не сидит в интернете, не спорит насчёт политики, не смотрит Гурнлаган, он молча дёргает коров за титьки. Игра проста, как палка в жопе. Собирай ресурсы, покупай животных, собирай ресурсы ещё больше. Повторяй данное действие из уровня в уровень, но при разных условиях. У батьки требования разнообразные, а потому не соскучишься. Звучит легко, однако имеется нюанс, из-за которого основная аудитория данной игры — это двухметровые сверхлюди со шлангами по колено. Медальки! Все уровни можно выполнять на золото, серебро или же на галочку. Некоторое золото даётся легко, а некоторое заставит вас попотеть даже в тех местах, где сальных желез не имеется. Ну а что вы хотели? Это всё-таки симулятор работящего белоруса, а не казуальный ширпотреб про жертву стероидной обезьяны. Начинаем мы с того, что надо кликать по земле и сажать траву. Не для псевдотворческих людей, а для животных полезных. Они эту траву кушают и кушают весьма оперативно. Готовьтесь к тому, что с каждым уровнем вы по этой земельке будете тыкать всё более и более лихорадочно. Так лихорадочно не тыкают ни в кутик ликерах, ни в играх пробанки с майонезом. Всего животных, дающих свои природные богатства аж три штуки. Утка забавно ходит и даёт лютые такие босяцкие яйцы, или как говорят у нас у евреев, кукайки. Овечка аутирит себе в кайф и даёт мешки с очень тёплой и мягкой, как филейная часть грузина, шерстью. И наконец-то корова, царица ферберского дела. Эта героиня даёт бидонище с молоком, которое стоит недёшево. Эти твари господни жрут траву и активно дарят нам благодарность. И чем больше животных и травы, тем больше благодарности. На этот случай у нас есть кот, чья обязанность бегать туда-сюда и собирать ресурсы, которые мы подобрать не успели. Кот, кстати, ничего не просит взамен, ни травы, ни денег. Ибо кот, тот ещё по натуре гикачат и настоящий альтруист, но вы не бойтесь. Вне кадра он борется за еду с бомжами, пенсионерами, ютуберами ру-сегмента и другими синонимами. Животные эти, конечно, полезны. Полезны они не только тем, что даёт ресурсы, но и тем, что эти ресурсы успешно и выгодно для бюджета перерабатываются. У нас есть фургончик, который возит в город продукцию, а назад возвращается с деньгой. Фургончик, кстати, можно улучшить до полноценного белаза. В какой-то момент продавать яйца шерстью становится невыгодно, и мы начинаем всё это активно перерабатывать. Все ресурсы проходят две стадии конвертации. Не сформировавшиеся утиные дети превращаются в меланж, а меланж становится уже кондитерским продуктом, а если быть точнее, какой-то ромовой бабой. Кстати, кто-нибудь рисовал Рулл-34 с хуманизированной ромовой бабой? Нет? Шерсть овцы становится нитками, а потом тканью. Именно эту ткань мы, кстати, воровали у пожарников в урожайске. Молоко же становится маслом. А потом, ээээ, сыром? Не мне судить, я всё-таки не гигачат белорус. Если Александр Григорьевич ко мне подойдёт и скажет «Уэссы сыр у нас делается сугубо из куровьего масла», то значит так и есть, и вообще это канон. Все эти махинации, кстати, происходят благодаря зданиям. Именно эти заводы и были с помощью ракеты отжаты в 90-е. Не забудьте, простим. А ещё эти здания во время производства нехило так флексят. За каждый пройденный уровень мы получаем валюту, за которую можем эти здания прокачивать, дабы на уровне к дальнейшему мы могли эффективнее вкладывать добытые денежные ресурсы. Хибары производственные превращаются в комбинаты. Сараи в полноценные склады. Колодцы с водой для выращивания травы так и вовсе трансформируются в автономные поливалки, избавляющие игрока от возможных травм указательного пальца, от постоянных кликов. Теперь игроки, как и прежде, будут ломать пальцы сугубо во время ковыряния в жу... А ещё можно улучшать клетку. Что за клетка, спросите вы? Дело в том, что весёлая ферма — это не только хардкорный фермерский выживач, но и тонкая философская аллюзия. Вот ты живёшь, никого не трогаешь, и тут бац, медведи падают с небес, выпинывают животных, орут, ведут себя. Не по-людски, мягко говоря. У обычного человека от таких событий резко отваливаются планы на жизнь, и он уезжает в Магадан. Но не у нашего белорусского гигачада. Нет, нет, нет. Он берёт медведя и строит вокруг него клетку. Медведь такой типа «Не понял, ёпту!» А понимать и не надо, ибо гигачад мыслит иначе. Если жизнь даёт тебе лимоны, сделай... Если жизнь кидает в тебя медведя, продай его, купи курицу и жди следующего медведя. С медведями бороться помогают собаки, чья основная цель по жизни — просто брать и дезморалить медведя. В полубитвы этот защитник подбегает к осолапому и начинает люто затирать ему правду матку. Четвёртый паук Рэйми должен был быть шедевром. Там Стервятника должен был играть Джон Малкович, чья версия персонажей была бы более безумной и кровожадной. А ещё там Брюс Кэмпбелл должен был быть Мистерио, и вообще все его камео в предыдущих фильмах, по идее, должны были иметь сюжетную связь. Но этого мы никогда не увидим, потому что Сони — контора этих самых. Медведь от такого выпадает в осадок и совершенно забывает, что хотел уточке поджопник дать. Подытожив, все данные элементы игры мы получаем в зубодробительные хардкорные уровни, которые смогут на все медальки закрыть только настоящие сверхлюди. Притом условия выполнения задач достаточно просты по правилам. Вот у тебя такие-то условия, такие-то начальные ресурсы. Давай, сделай столько-то продукции за столько-то минут, столько-то животных купи и столько денег заработай. И всё? Не всё. И вот далее начинается лютый заклик мышкой карты в тщетных попытках уложиться в срок. Пот и слёзы рекой, а таймер неизбежно подходит к концу. И это ладно, если по условиям ты должен уложиться в минуты три. Переиграть не жалко. А представьте себе лицо человека, который переигрывает уровень, где надо уложиться в минут сорок. Выбить платину в МГС? Выбей всё золото, весёлый ферме. Это ещё испытание, кстати. Я лично все золотые медальки выбить не смог, а где-то даже в серебро не вышел. Но прежде чем судить, предлагаю вам попробовать сделать это самим. Игра продаётся спокойно в Стиме. Хыть и без Русика, который мне отдельно качать пришлось. Да, игра от Лавар, но без Русика. Я сам в шоке. Вот так. Это была весёлая ферма. Игра для настоящих ценителей и троих ардеров. Однако игр таких ещё полно. А потом, если вы хотите, чтобы мы с вами их пощупали, то не забывайте ставить лайкусики там. Поделать поигры мемасиков, покидать нам в паблик деградач. Пробудьте, я уж ничего не говорю. С вас деньгу вытянешь только во время ауков, когда вы хотите меня заставить во всякую фуэссанину поиграть. Но я не злюсь. Ибо, а куда деваться? Такие времена. А на сегодня всё, мои дорогие гоблинцы. До скорых этих самых сосамых. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok